Мы сегодня с вами идем в Свято-Троицкий монастырь, который находится в самом сердце города Симферополя. Свято-Троицкий собор монастыря встроился на месте деревянного греческого храма в 1868 году. Но не по этой причине огромное количество верующих приезжают сюда из самых разных городов и стран. Люди идут почтить память и приложиться к мощам известного российского хирурга, почепшего в сане архиепископа Луки Война-Ясенецкого. Лука Война-Ясенецкий был поистине уникальным человеком. Известный хирург, написавший труды по гнойной хирургии и анестезиологии, он лично провел огромное количество операций. Как лечить гнойные раны, что такое полноценное обезболивание, в начале 20 века попросту не знали. Но Лука обобщил информацию более чем из 500 источников, которые он изучал в оригинале на французском и немецком языках и свой собственный научный опыт, и стал родоначальником современной анестезии, которая связана с прерыванием проводимости боли по нервным волокнам. Горячая вера Луки и посвящение в священнический сан привели к тому, что к его работе как талантливого хирурга и опытного врача стали предъявлять совершенно необоснованные претензии революционные деятели того времени. Глава ташкентского ЧК Петерс спросил на публичном допросе профессора, «Как это вы верите в Бога, поп и профессор Ясеницкий воина? Разве вы его видели, своего Бога?» Лука ответил, «Бога я действительно не видел, гражданин общественный обвинитель, но я много оперировал на мозге и, открывая черепную коробку, никогда не видел там так же и ума, и совести там тоже не находил». Так в его жизни начался период постоянных ссылок, в которых он продолжал проповедовать и оперировать, возвращая зрение слепым от рождения детям, делая первую пересадку почки человеку от молодого теленка, и это за 10 лет до первой в мире пересадки почки от свиньи. Перед каждой операцией он крестит себя, ассистента и больного, даже если тот иной веры, отвечая на недоуменные вопросы, хоть религии разные, а Бог один, под Богом все едины. В 1948 году на торжественном богослужении по случаю 25-летия своего архиерейского служения, архиепископ Лука проповедовал на тему наука и религия, где сослался на Коперника, Пастера, Павлова и других верующих ученых и добавил от себя, наука без религии – небо без солнца, а наука, облаченная светом – это вдохновенная мысль, пронизывающая ярким светом тьму этого мира. Субтитры создавал DimaTorzok